никого не будет методы ярко они двое наверно в жарке упали и смыть какой круг забавный да по ходу контейнер напоминает чуть ниже чем те два круга которые были в первой второй игре если не ошибаюсь а вот так вот решили видим что оптики тоже сплетанулись и это на и бит сюда приедут мне кажется это ошибка что они вообще что-то интересное друзья на этой замечательной ноте мы передаем слово нашим комментаторам большое спасибо алексей большое спасибо студия и у нас небольшая замена друзья тут ко мне подключился таффа и нам предстоит вместе с ним прокомментировать для вас следующую игру и эту также в общем да да здравствуйте друзья подключаясь к эфиру в общем то как и большинство наших комментаторов так потихонечку вот прибывать на этот чемпионат как команды которые также потихонечку будут съезжаться ну я говорю о тех уже давно до тех кто по 8 которые приглашены но об этом поговорим попозже пока что начинается 9 каточкам на чемпионате конечно же групповой этап ну и в принципе борьба продолжается по-прежнему да честно у всех команд есть шансы на выход в топ-8 все-таки большая часть игр еще впереди после вот двух последних вечерних игр мы как раз приближаемся к экватору этого чемпионата но и пока в принципе довольно стандартный спокойный лут как говорится лут in peace вроде бы никаких замесов кроме вот ближайшей такой агрессивной ситуации ясной поляне пока что не намечается ну и там вряд ли мвп будут драться с начале прямо сем-19 ну да и инициируют драки и тем более после того что сделали 19 и после первой карты когда они решили для себя что давайте занимать центр круга раньше я от этого опираясь как-то разыгрывать то можно предположить что 19 очень скоро начнут перемещение тем более уже вот будет четвертая минута игры и наверное вы знаешь самое ближайшее по контактам что может произойти это джорджи поля это вот методы которые максимально непредсказуемо разыгрывают все матчи этого турнира так ну что очередная зона возле северного друзья тоже на это обращаем внимание сегодня действительно очень часто именно там развиваются все основные события нави конечно на данный момент имеет очень неплохую позицию в верхнем георгополе ну и с другой стороны опять же вот южный георгополь добро пожаловать так иногда называют команду вот тоже ребятам пора уже выбираться из нижней части турнированной таблицы все-таки сегодня вот на какой-то мажорной ноте было бы неплохо закончить наверное для южного джорджика но пока что игра не идет и действительно их очень жестко прижали ближайшие соперники посмотрим пора уже раскрываться все-таки первый день миромар возможно что-то не пошло но уже идет рангель и по прежнему не все хорошо у этой команды она помнит дважды топ-3 чемпионата мира да и не только еще на всех остальных турнирах парни там всегда влетают в топ они постоянно занимают первые позиции на картах всякое случается ну и смотри у нас молман решил отступить уходит над гекси ларсона мирока и варда непонятная ситуация вот по методам абсолютно непонятная ситуация зачем-то пытаются они падают на споты соперника разделяются этот же сплит вот жаркие верхние казахстане нижние да вообще настолько непредсказуемые необъяснимая это вот вся ситуация чтобы понимать нужно вот досконально смотреть все матчи смотреть что было у игроков возможно что-то не понравилось по транспорту возможно что-то не понравилось полу то чего-то не хватило в нужный момент и вот парни как раз сейчас ищут совершенно другой подход ну посмотрим играют очень саевого понимают что можно нарваться на нато с линсером уже видим как ребята из 17 гейминг по крайней мере разведчик перемещается за мост возле георгополя занимает компаунд возможно будет засада возможно просто заранее пока что отправляют туда игрока чтобы он контролировал зону нас есть ирдроп да у нас есть ирдроп и в принципе пошел проезд рыцарей через ясную поляну но опять же им 19 мвп по идее должны как-то спокойненько зайти в зону 19 уже в центр круга очень быстро смещаются ну и давайте посмотрим что будет вокруг дропа и что же там внутри здесь вроде бы как секрет да не далеко находились учитывая что экзампл вместе с им тиммейтом также подтягиваются группу может быть какая-то небольшая стычка здесь и произойдет но давайте узнаем что внутри коробки падает сейчас мы видим что секрет тоже вот в очередной раз решили сплитонуться и находится не в полном составе но тем не менее можно забрать дропу и секрет заберут и заберет кстати тин у этого игрока к сожалению друзья вот команда секрет за 9 игр только один килл за два игровых дня всего лишь один килл он смог сделать то есть результаты у некоторых игроков настолько печальны что сложно даже представить как так все произошло да но зачастую результат как раз зависит напрямую от игры именно всего коллектива и в общем то видимо все пока что очень сложно но все можно исправить опять же это не best of 8 друзья это лучше из 20 поэтому здесь будет действительно очень много игры и возможность отыграться по-прежнему остается у любой команды ну что же мол он пока продолжает контролировать ситуацию знает где соперник все это времени он контролирует он контролирует то что видит прицеле это там два камня и кусочек воды об спокойно здесь будет сейв все нормально также посмотрим на австралийскую команду в рядышком находится батулины экзампл они уже наблюдают за австралийцами здесь продолжается лут от этой команды кстати как тебе австралийцы вот знаешь вот первый день был ужасен но сегодня парни включились и буквально поза прошлой карте конечно разыгрываться на прошлый класс но включили все было круто и вот сейчас парни даже не набирают обороты по ходу всего турнира что-то похоже сделали и mvp которые начали так слабенько но с каждой игрой набирали обороты для себя что-то открывали и в итоге mvp это топ-1 возможно у танец майнс примерно такая же ситуации вырисуется концу сегодняшнего дня все может произойти посмотри насколько играет команда 717 гейминг просто очень агрессивно переехали остается конечно один разведчик компаунди но все остальные поехали за дропом понимаю что опаздывают понимаю что могут быть соперники все равно попытались ворваться до много транспорта но тем не менее не стесняются передвигаться также провели небольшую разведку кое-что уже понимают по с ближайшим соперникам в этой зоне ну и продолжаем смотреть за секрет тут вообще вокруг них развиваются сейчас все события сюда и опти приехали на самом деле сейчас точно будет очень какой-то быстрый замес и кто-то возможно даже погибнет довольно рано смотрит серьезные переезды главное никому не перевернуться иначе вот эти вот догоняющие соперники могут тебе неплохо отомстить тем временем микой пытается смыли как-то по дальнему маршруту объехать останавливается а возможно эта ошибка смотри он открыто под кем здесь можно очень неплохо получить есть миник x3 присыл не самый лучший для такой дистанции возможно микою не следует вступать какую-то драку как-то контакт не навязывать лишний раз сопернику вот эти вот микрофайты да они иногда могут обернуться очень неприятно для того кто инициирует как раз так тем временем переезжает вега переезжает команда джинджи гол тоже спокойно без драки то талию сосновский остров на вареб на и военную базу спокойненько сейчас заедут и вот конечно для этих команд главный вопрос куда уйдет следующая зона стоит ли оставаться в например в южной части либо поехать на север все таки приехать реку и присоединиться к основной части конечно же коллективов там очень опасно все уже понимают в таком тайминге действительно в центральной зоне сейчас действительно жарко ну и конечно же продолжаются переезды через мосты георгополя там находится команда нато свинцера и в принципе возможно сейчас navi возможно обстреляют китайскую команду посмотрим викри 5 показывает на пока как джинджи джинджи раньше своего обычного тайминга перемещаются что уже круто эти парни немного анализируют все свои вот минусы что где не удалось и вот они секрет все же отдают северный надают локацию возле воды решили вот от зеленки от горы возможно лучшего кимпа на этой горе отыгрывать но не факт что круг будет оставаться здесь да это всего лишь первая зона и следующий прокон настолько непредсказуем макси зор пытается проехать на байке тут хорошая скорость была макси зор не замедлился и рядышком кемпа уже проходит ближе к ясной ну и остальная часть веги также здесь судя по всему это попытка заезда в северный от веги по большому радиусу сейчас против часовой стрелки поедет команда возможно даже гору сталбера сейчас будет объезжать либо возле ясной поляны вот мимо ясной поляны и сталбером промчаться ребята очень с его выиграют и возможно это правильный вариант сейчас нужно играть на плейсмент нужно минимум когда попасть топ-8 и это очень непросто учитывая то что там опять же те же южный георгополь находится где-то на втором или третьем месте снизу турнир которые не включились абсолютно никак в этом за все эти матчи да они только на сегодняшний день вчера вот результат вообще никакие были да и многие команды конечно же те же джинджи гол чемпионы мира от третьего лица тоже попытаются конечно пробиться в топ-8 но пока что только одна смерть у нас на карте 63 игрокам мы продолжаем смотреть свещение вега по-прежнему не в зоне все остальные команды открой же кроме южного георгополя заехали в этот круг и мы ждем конечно же очередной зоны уже пошли такие локальные перестрелки все-таки довольно ближе близкое расстояние между многими коллективами там 200-300 метров и уже конечно друг друга австралийцы очень агрессивно принимают 19 там батурин пару раз высовывался уже бинтики использовал возможно броня подбита либо шлем так что не очень приятно 19 здесь и вот самое главное друзья сейчас это дождаться следующий про круга потому что может уйти наверх причем там с северным да к примеру это может быть горка возле шутинг ренджа либо в нижнюю часть уйти вот нам ларсона пока показывает извинили что перебил он как-то оторвался от своей команды еще два игрока это мираку и гакси находятся в южном георгополе по-прежнему пытаются даже за зоной сейчас еще что-то долутать видимо не все хорошо там все-таки полута у команды но и пока очередное не очень удачный начало как я считаю вот для южного георгополя пока что добро пожаловать вообще не могут включиться и круг был хороший для команды по-прежнему этот круг смотри что настолько друзья сейчас вы узнаете это горка это горка и на самом деле team secret угадали но также угадали 17 и те самые кто весь вчерашний день очень часто находились в первой зоне настолько правильно насколько многие команды за весь турнир даже предположить не могут а они за первый день по моему угадали круга вот дивайн пытаются пробраться сейчас посмотрим проезжают между оптика также кстати можно въехать еще в двух игроков этой команды там же дом secret не забывайте ну и одним глазом следим за командой 17 гейминг скорее всего возле самолета могут окопаться ребята где-то либо в этом окопе либо там на плато пониже тоже наблюдаем за ними у них очень хорошая позиция вот проход веги мимо северного мимо шутинг рейнджа проезжают парни по ним работают австралийцы night и госты также работали ой как кипи больно посмотри но он живет он пролетает очень высокая скорость тут к сожалению ну окается у нас один игрок из команды представляющую до минус лео и прошел кипи как кипи прошел через гастов как он прошел через австралийцев а дивайн продолжает проезжать кстати между найтсами и ребятами и секрет а могут и не уйти здесь да 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 здесь можно пострадать конечно него там сверх агрессивно работать пока что и секрет и лицари они будут удерживать свои позиции сами не должны подставляться и разворот в никуда это разворот в никуда сейчас от дивайна посмотри прилетает у нас по оптикам от рыцарей рыцари очень агрессивно удерживают свою позицию сейчас смогут ли продолжить вот этот свой успех смогут ли продолжить логать оппотентов ларсон вот метод преследует просто команду южного георгополя ты помнишь мелмана все время там где-то находился ну да кстати вот у моего там не могла не самая лучшая ситуация он за кругом уже пытался догонять и дальше транспорт не находил непонятно как будет продвигаться но и метод пока настолько непредсказуем работа посмотрите вам теряют еще одного игрока что происходит вьетнамцы теряют сейчас половину своего состава но они не смогли найти место где высадится проезжали опять же перед всеми командами и действительно получили очень много урона но не смогли спокойно выйти из машин продолжаются проблемы у оптик возможно сейчас будет сейф игрока все-таки не пошли дальше нажимать рыцари своих соперников но опять же по поводу моллмана он дал информацию по поводу гакси мирку которые выехали из георгополя сказал что ребята они выезжают проду самому транспорта не осталось пришлось прибежать пешком через мост его забирает тиммейт и вот наконец-то метод соберутся всем коллективом там буквально через минуту 30 секунд и это тоже очень хорошие новости для фанатов этой команды южный георгополь очень сильно покусан соседствует с navi соседствует 17 гейминг опять же виктори фаев там где-то недалеко на перекрестке также пытаются возможно кого-то подловить районе моста но пока что позиция у них тоже неплохая и вот страны ситуация секс который находится на горке возле жоргополя почему не спешат x quest скорее всего вот ну круг уйдет снизу да он будет как раз вот возле этой горы и парням бы уже хотелось занять горку но они рассчитывают что круг совершенно нелогично будет сейчас работать 2 плюс 2 действительно стоит команда ну и верят то что еще может быть как-то круг уйдет вниз на гору но это скорее всего не произойдет возможно стоило действительно рискнуть и уже соединить команду пока что локальные небольшие перестрелки мы видим mvp видим оптик и оптик пак ну на самом деле вот а я смотрел такой момент что 60 живых да это много это очень много хоть скоро закроется круг у нас будет третья зона и все равно остается очень много команд много позиций которые команды используют сейчас и это позволяет где-то подсейвится где-то лишний раз не вступать в агрессивную не самую возможно удачную перспективную перестрелку потери еще одного игрока из вьетнама это 17 китайцы сейчас направляют еще одного вьетнамца ну что остается последний у нас да где он в центре центре вот возле команды секрет опять же возле китайцев там и остается этот игрок я смотрю за оптик они все-таки не могут никак собраться тоже 2 плюс 2 находится сейчас по кемпиком ну и в принципе ждут зоны и тогда пойдет очередное смещение также китайцы но тоже пора бы уже собраться ребятам из 16 команда все ждут круг который сейчас прокнет и вот от этой информации будут сейчас перемещаться смещаться группироваться возможно наконец-то пока что у нави очень хорошие позиции друзья обратите внимание горки и вот эти в центре там очень много низин холмиков и действительно можно в любую сторону сместиться но опять же посмотрим как поработает зона в этом матче кому придется немножечко сложнее кому то попроще возможно но самое главное опять же как вы отыгрываете как у вас следующий это очень непредсказуемо ну что же у нас будет спуск друзьям очень много открытого пространства и минимум позиций действительно по крайней мере нет конечно в следующей зоне еще многие переживут а вот через одно уже будет намного сложнее потому что действительно очень много открытых позиций будут обстрелы с разных сторон берега возможным и те команды которые сейчас кругу они то и смогут удерживать весь контроль над картой а перемещающиеся я не знаю где будут окапываться но только вот край круга там вражок въехать как-то и жить на и моментально пытаются зайти посмотрим китайской команды сейчас может конечно по ним немножечко пострелять но опять же на этом должны быть в сейвы позиции но насколько далеко поедут нави там джинджи сейчас действительно могут их встретить ну и посмотрим драка между нави и джинджи по моему начнется прямо сейчас посмотрим конечно оптика полдили на весь внутри там еще и с другой стороны поставить на эту ситуацию вообще очень опасно с двух сторон нави поджимают понемногу и корейцы и представители азии с другой следом со стороны воды шейд выбрасывает каешку по локи что же джинджи латарм челатор по ивану отработал минус иван пока что да вот мы видим батуллин тоже забрали батулина или лид плеер ну что австралийцы пока что действительно утренивать преследует то с нашим парнями происходит и там и тут здесь просто раздача здесь от азиатов там астралийцев и лид плеера также добьют там тайн титманс неплохо впушивают что это также увидели отличная позиция команды джинджи впушивают до конца ну и что это скорее всего потеря полного состава для нави как вариант отличная позиция у корейской команды нами не чуть-чуть не хватило их допушить и очень сильно помешали виктори файв который в спину начали отрабатывать возможно молодой сейчас каким-то образом еще уйдет на машине все-таки сыграет на плейсмонт но заход был крайне неудачным точно так же происходит 17 17 сейчас нокаут парней из джинджи у джинджи очень много ноков тем временем вега пытается заехать возле шутинг рейджа там уже заходит команда мета там уже заходят рыцари справа фланга пытаются сместиться также австралийцы теперь уже корейцы их не пускают в зону газ ты в зоне но и китайцы китайцы все-таки решили посмотри снизу проезжают под рожком там за зона некоторые парни решили разработать ну меня пока радует команда 17 которые очень многих не пустили к себе и смотри метод наконец-то собрались всем составом и хоть какие-то решения принимают но не выходят на вегу на макси зора на кипе вампира хорошая позиция за камешком можно отработать моллман неплохо работала сезона не хватает урона здесь не хотел даже патронов моллман пытается сдушить пока без разменов ну что же иван пока дает минус и возможно будет дальше драться против корейских игроков там продолжается противостояние корейцы уезжают а в этот момент его проблему вампиром пока один-один по разменам вампира но этот спину заходят и китайцы 17 гейминг также заходят спину веги там просто мясорубка сейчас будет из трех складов и 4 то на есть которая работает по всем вот как раз найт ничего особо не угрожает развитие на дальней дистанции а вега вряд ли уйдет там там просто слишком много соперников и но здесь какой-то вот возможно ниндзя стиль спасет кому-то отлежаться в кустах потому что на посмотреть один уехал один уехали кем бы смотри успевает резно здесь вампира в принципе века еще хоть как-то заставились пусть прекратился тем временем госты и встречаются станет мальц возможно преследующая драка уже минус один отличная работа от балака с карька тем временем не только уходят за зону куда-то пытаются за зоны соперников нам чуть попозже это покажет друзья продолжать смотреть траку кастов и этот майнса ну и гост пока что вроде бы подбиваются посмотрим больше ногов парни сделали там стал один экстрим последний экстрим погибает игрок танкет майнс погибает также киппи неплохо сработали и випи вместе с гостами закрыли полностью минус австралийцы да теперь вега пытается выжить киппи забирают остальные ну хоть как-то пытаются сыграть по краешку зоны и сейчас будет отстрел 17 гейминг идут нажимать вегу очень играет вновь в центре всех событий наконец-то команде везет особо никуда двигаться хотя и в принципе всегда здесь зона была но вот собрались ребята заняли кэм сюда авангард часто заезжают они под ним сидят гембо погибает также константина проблемы и включаются все более активно с каждой игрой посмотри вот постоянно проскакивать килл фиде вот эти вот эмблемы игроков никнейм и очень мощный корейцы сейчас играют ну что поехали поехали корейские ребята в это время госты пытаются проехать в зону сейчас приедут в китайскую команду там рядышком оптика находится до x-quest не да сейчас эти один из квест еще находится на той то есть ранее они как-то сплетанулись продолжают до сплетоваться и вот не собираются работать по моему вчетвером но что же пора бы собраться потому что госты идут пушить прямо в лицо сейчас с другой стороны мы видим как mvp возможно будут дожимать часа 19 но они обязаны проблемы его уже никто скорее всего не спасет но и если честно как раз вот тот самый игрок который отделился от x-quest он неплохо отвлекает и по спинам гостам нарабатывает на все пошел пуши здесь можно кстати проиграть макс макс на балок а балок отличный фейд не успел среагировать макс там пока остановишься прицелишь это там какие-то секунды уйдут соответственно и по движению было видно что он не был готов наверно такой позиции неплохо прилетела балоку слишком все-таки медленно пытался хотя вроде казалось быстро да но соперник уже навелся четко ну да тем более у этой был скоро не коряк идеи корячок должен был работать лучше но вот кто раньше зазумился залетела хорошо ты главный да так госты будут пытаться спасать своих обойдут ли в дальнейшем покушать парни из китая хороший вопрос и через край работать возле берега выходить под балла как образ другой страны нельзя закрыть может на самом-то деле точно также его тиммейт ну что же в минус черепашкам по джинджи страдают вот китайской команды ну что и кей идет вперед за камнем за камнем да нет не понимает не понимает минус джинджи иван смог закрыть челатора что же к сяо ду приехал наконец-то из x-квест вот поможет своим ребятам может быть и не поздно пока что минус тенден команды продолжают пушить ребята из китая в гостов ну и в принципе возможно что-то получится но опять же самое главное оказаться в зоне это время команда секрет центре и параллельно запущили экзамплом минусы 19 занимает 13 позицию вот что-то последние две игры в 19 не пошло не могут парни занять толком позицию за него хоть как-то подраться продолжать драку касток команды из китая из веста и кей пытается работать на дистанцию тут же выходит балк зажимает без прицела забирает икея будет добивать целиться наверх по кобре достает у корячок будет дальше пытаться снайперик отработать и не смогут x-квест своего спасти хотя смотри с другом минус турту вроде бы повезло что никто не встревает в эти разборки дают командам здесь подраться стенка на стенку потому что если бы оптик чуть бы сюда развернулись возможно газ там было бы очень неприятно но оптик там свои а нет вот как раз оптика развернулись сторону x-квест и начинают наваливать и по тем и по другим тут еще и зона подтянулась ну и в общем то из этого всего замеса посмотрим кто вообще выйдет потому что нужно идти дальше там команда оптик будет просто пытаться всех закрыть по краю зоны ну и точно так же с другой стороны команда виктори файф из китая тоже очень неплохую часть карты отжала есть там конечно иван есть игрок метод есть мирок в соло но это соло войны да 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 они будут стрелять в самый последний момент ну и конечно когда уже в упор их будет видно вот сейчас кстати уже иван работает и это возможно как раз очень плохая ошибка может ошибка он мог сейчас за агрить на себя вот все внимание команды виктори файф да они подключаются по ивану пошли прострелы минус x-вест все-таки развернулись госты и дожали парни из китая и уходят уходят госты там были еще и ржо попал попытаются парни спастись и переключаемся мы на 17 гейм мирок у всех пропускает видел китайцев но работать не будет опять же здесь игрок опять же соло команды метод и иван который уже отлетает его забирают минус команда navi не самая лучшая игра ничего страшного опять же еще кучу игр впереди за 17 смотри забрали в размену одного из виктори файф да на 2 на завтра снова мы переходим на карту миромар у нас пять матчей именно там будет ну и заключительный день группового этапа мы опять смещаемся на карту эрангель тем временем небольшой лут опять же очень важно сейчас на лейт на поздний лейт найти все замесы иметь и бронежилеты и конечно же желательно третье каски получился гранату иметь ну и конечно же граната может больше поцелетелем может поцелет но она желательно чтобы все было даже какая-то флешка и молик тоже пригодится определенной ситуации но у команды секрет пока по-прежнему точнее все неплохо в этом матче пусть не так много фрагов возможно их вообще нет соперников не было рядом ну может быть кого-то там воровать методы покидают эту карту также неплохо работают парни из китая mvp оптиков закрывают минус 2 что происходит о чем где что-то метод преследовали команду южного георгополя в итоге и те и те не очень хорошо сыграли правда вот еще южный георгополь мирку как раз на карте ну а тем временем mvp немножечко страдает от оптик по одному ногу и там и там возможно секрет сюда также понаваливают но секрет пока видит команду найти работает совершенно другом противоположном прострела направлении гасты заходят ну и пока пока 17 гейминг здесь чувствует себя очень даже хорошо но посмотрим вот возможно на и сейчас все изменит этим заходом сверху и конечно же мир руку возможно уже начнет стрелять потому что и много решают обнаружить у корейцев корейцы должны были дожимать час оптику разворачиваются почему-то пытается захилиться за зоной балок последний игрок команды ну там он альфача оптики смотри на транспорте он же альфача альфача у меня там еще было пару вариантов очень расскажешь потом еще хорошо думать и остальных так все пошли рыцари смотрим друзьям пока что нам показывают оптик но рыцари уже начинают атаку давайте возможно открывается оптик смотри там отличный прострел от балока минус 2 чётенькая работа от снайперов команды goes мирок сможет лететь до зоны доходит 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 видит спины конечно стрелять не будет упал и умер нормальненько нашли все-таки нашли мирок у минус южный георгополь продолжаем просмотр друзья и вот вот они секрет наконец-то та самая карта 7 да возможно и сейчас будет тот самый топ-1 вот нежданно не гадан наконец ребята сыграют на свою зону просто сыграют на плейсмент в первую очередь то что сейчас нужно все шансы есть контроль с кемпо идеальный и смотри тучи и минус три три часа не грамм идут в атаку mvp идут в атаку на секрет так воксик погибает но там по идее последний игрок то еще крама сможет резно сейчас дрейдена успеет ли пытается отхили за деревом все идеально пока что для секрет 17 гейминг играют против виктори файф очень мощная перестрелка мвп пытаются подобраться как можно близко к позициям секрет но госты могут помешать да госты там вроде бы не проблема 24 тяжеловато им будет ну что же смотрим ух пытаются выйти из бутерброда 17 гейминг минус один из китайцев точнее это первый ног нам из притонулись виктори файф они смогут лопануть и один крама не закроет спину он не будет стрелять он вообще из-за синьки играют он очень спокойно сейчас заползет по идее в зону пока на крану забили посмотри 17 все более и более активно работают минус 2 игрок команды виктори файф на шандина дальше включаться будут 17 агрессия какая нереальная потихоньку под ну тут по одному отдаются виктори файф очень агрессивно то китайцы это и вторая команда весь матч кстати очень много работал очень много стреляла 18 гейминг вообще и смещали нас рыцари и киллов побольше минус виктори файф так же да да все четыре команды друзья у нас на карте и пока 17 знаешь вот если не учитывать позицию секрет смотрятся лучше всех закрывают множество коллективов так и мвп продолжают ух проблема балака погибает он добивают сразу жалко что секрет пораньше не вышли как раз пока разделены мвп это был тот самый шанс возможно как раз чтобы уничтожить очень важных таких топовых соперников возможно просто инфы не было знаешь по расположению ты выходишь с кимпа и нужно решить вправо влево вот где найти соперника они вроде бы видели вроде бы слышали но все таки решили знаю что все таки первая удачная катка возможно слишком такое рискованное решение сейчас ты все у тебя дома ты в зоне зачем тебе вообще куда-то выходить можно выйти и погибнуть да 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 неизвестно кто с другой стороны если еще были где-то там в топ-5 в турнировой таблице бы точно бы вышли по пошли бы спину настреляли вернулись бы обратно в дома сейчас закончили возможную игру такой может такой тоже может быть но все таки нужно верить свои силы и потому что не могли закрыть сейчас здесь спокойно и все и потом уже победу тогда да и тогда у них просто шикарная позиция против 17 гейминг кстати там нужно спасти своего вот нет не дают спасти все таки викторий five еще что чтобы где где он гостами и 17 затек его просто не подняли просто очень долго ползал один из игроков и ну неважно в общем да 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 просто решили не поднимать видимо возможно настолько их напрягали то ли мбп то ли все посмотри секрет в зоне как как всегда круг сводится на команду секрет друзья это какое-то мега везение все нормально все таки хотя бы один матч можно ну и теперь повезло как ты впушишь секрет который контролирует с вершины пока не надо пока не локон пока холм разделяет еще можно не вылазить до 17 конечно могут еще из-под края круга работать но потом будет ситуация ты будешь обязан идти на секрет сейчас самое главное у секрет я думаю все кто играет в папку понимают чтобы ребята вот кто-то на балконе там кто сейчас в окнах не сыграли там неаккуратно да сейчас тебе зайдут сбоку нолкнут на балконе там добьют второй пойдет подымать и уже можно потерять здесь одного-двух игроков и здесь очень важно наличие шлема он был не 1 2 и фуловый вообще так можно больше даже если ты ошибся то у тебя был такой небольшой шанс еще пожить из-за того что шлем немного подрежет дэмэдж так ну и не чекать тоже нельзя просто отмораживаться в доме сидеть тебя конечно же запушит продавит гранатами закидают гранаты конечно же поэтому тут нужно что-то вот средненькое найти и чекать и не подставляться и конечно всегда в движении очень важный момент сейчас инфа должна залетать и самое главное решение на ком фокус самый главный должен быть ну что же микой пытается как-то в этой ситуации все-таки пробиться возможно в топ-3 но нужно проходить мвп 17 гейминг да все мвп корейцы обнаружили вот он упустил его да ушел ушел микой но с другой стороны опять же китайский коллектив сейчас тоже зачекает вроде развернулся только что игрок который самый нижний у 17 гейминг да но но он пока его не видит он лежит он лежит сейчас вы лишь он залег траве и сами 17 понимая всю эту ситуацию лишний раз не рискует зачем открываться заранее под дома если вот еще не до конца вот ясна да вот итоговая ситуация пока сейчас по сути кто первый начнет драку вот та команда которая не будет участвовать в драке она возможно и выиграет поэтому сейчас максимально нужно грамотно отмораживаться всем но опять же это в данном случае такая ситуация все может быть да то это фликшот залетит в окно уже ног можно подпушивать соответственно ситуация абсолютно любая здесь может быть посмотрим чем закончится действительно по-прежнему как же сыграет микой очень интересным но вот вроде бы посмотрит в это направление q mcc но может словить какой-то неудачный тайминг и круг на команду секрет вот здесь нет спотов которые могли бы послужить хорошим укрытием и для mvp и для семнадцатых но если будут они одновременно атаковать все все mvp пошли и это значит что семнадцатые зайдут возможно в спину mvp но встретиться с микоем просто по нему сейчас пройдутся но и однозначно микой кого-то должен сейчас подрезать эту ситуацию давайте микоя посмотрим потому что вот на него уже минус один погибает ищет следующий раз уже ищет 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 добил добил просто позже это все отображается после последнего апдейта все хорошо есть хоть какие-то очки 7 очков неплохо заработал до четвертое место но что поделать ну это четвертое плюс еще какие-то поинты на руку вообще этот момент минус один игрок у китайского коллектива но и сейчас все таки посмотрите mvp будут драться 17 гейминг да вообще секрет сейчас делают один килл и выиграют катку что так да да будет победа с одним киллом почему и нет либо победа с нуля киллами потому что игрок от зоны не отдаст он уйдет за зону да почему бы и нет но нет смотрите все таки шу прошел зону будет лежать прятаться но нет мвп идут гости мвп все-таки понимают что под секрет выйти но нет возможности единственный шанс это как-то продавить 17 гейминг а как продавить здесь ты выходишь и подставляешься с автоматом еще и под команду секрет там совсем секрет видит а вот чуть-чуть дальше на холме уже будет а вот сейчас очагали зачекали получает минус один есть а шокс шансы не видели пока он левее обходит видели неплохо неплохо шокс отрабатывает долго про построил но живет как-то размены думал что по любому будет и что не позволит своего забрать нет нет все хорошо вчетвером остаются когда ребята из mvp ну отлично очередной хороший плейсмен для корейцев в принципе они продолжают играть на топ это не важно топ-1 топ-2 для корейцев потому что mvp и так лидируют да 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 и отрыв такой опять же вы видели ситуацию по очкам на этом чемпионате в принципе вроде бы 70 килл и не так уж и много да но учитывая то что сколько дают за первое место то это я бы сказал очень даже круто и вот как теперь изменится ситуация для команды секрет если они выигрывают и представляешь последнее место они взлетают 225 за первое место это уже минимум плюс четыре позиции точно есть ли у секрет друзья дать посмотрим если такой шанс будет наверное не будет но посмотрим если что после катки финальная зона и в принципе ругать нельзя когда секретника нужно выиграть твоя задача выиграть они не виноваты то что зона постоянно падает идет на них смотри что происходит мвп отбрасывает миллион смоков подожди парни подерутся корейцы еще подерутся здесь еще будет сражение начинается атака пошел пуш смите поводу ну дает вот это плохо это плохо для мвп так как они пока в атаке с другой стороны пытается отработать через окно не получается у мвп уже минус 2 альфа чайфа инжи остаются вдвоем все отлично возможно и выйти из дома но главное собрать информацию все нашли третьего знают что два нокнутых спокойненько нужно сейчас очень важное решение возможно да 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 выйти вот сыграть агрессивно хорошо залетает пока знают где игрок гранатку бы за это дерево сейчас бы кто-нибудь набросил было бы шикарно пытается на при фаер подловить еще своего соперника игрок секрет да нет здесь без шансов просто вентин делает еще один килл и последний пытается запушить обойти все нормально есть и мэй ты делаешь сил секрет четыре килла пять киллов даже кого-то до этого еще убили а да все хорошо секрет ну наконец-то плюс мораль к парни надеюсь что с этого момента команда будет дальше очень качественно играть на этом чемпионате пора подниматься со днам как говорится все пора этот якорь обвязать и наверх наверх и еще раз наверх какие-то невероятные матчи у нас выигрывают команды на которые ты в начале дня вот никак не может поставить предположить даже теоретически что должно вот так вот сойтись чтобы они победили возможно кто-то уже подумал что секрет все решено на этом чемпионате но эта победа вновь все переворачивает и очень интересно посмотреть как изменится турнирная таблика